Растение, о котором я сегодня хочу рассказать, удивляет не только видом своей раскидистой кроны и необычными яркими соцветиями, но и приятным лимонным ароматом. Растет оно вечно зеленым кустарником, а в южных странах и небольшим деревцем, которое зацветает уже с конца весны и радует своим эффектным цветением на протяжении всего лета. Называется это яркое чудо калистимон, а по-другому красивый тычиночник. В переводе с греческого слово калос означает красивый, а стимон переводится как тычинка. Это удивительно ароматное растение относится к семейству миртовые. Его пушистые колоссовидные соцветия образуются на концах молодых побегов и по внешнему виду напоминают ёршики. Интересно, что каждый сравнивает соцветия калистимона по-разному. Например, немцам они напоминают щётки для чистки камином, англичанам ёршики для мытья посуды, а курильщикам – щёточки для чистки курительных трубок. Многие приравнивают его яркое цветение к пышным новогодним гирляндам. Кстати, иногда калистимон путают с его родственником – метросидеросом превосходным, который в Новой Зеландии ещё называют рождественским деревом. Друзья, поделитесь своим мнением и опытом выращивания калистимона. Ваши комментарии будут крайне важны и интересны. Я также буду благодарна всем вашим советам и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Необычный вид калистимона и шелковистый блеск его соцветий, который словно светится в лучах солнца и чётко выделяется на фоне красивой серебристой листвы, всегда притягивают к себе внимание и восторженные взгляды. Такое растение невозможно не заметить даже издалека. Цветёт калистимон обильно и долго и вполне способен стать настоящим украшением любой цветочной коллекции. В природных условиях, например, у себя на родине, в Австралии, калистимон вырастает высоким деревом и с годами может достигать высоту до 15 метров, хотя скоростью роста красиво-тычиночник не отличается. Чтобы дождаться таких внушительных размеров, калистимону потребуется много лет. При выращивании в горшке эта культура достигнет максимальной высоты 1,5-2 метров. Кстати, в средней полосе и в северных регионах это красивое экзотическое растение продают как контейнерную культуру, в основном для выращивания в домашних условиях, в теплицах и зимних садах. На сайтах цветочных магазинов чаще других встречается калистимон лимонный, который отличается не только своим ярким и необыкновенно декоративным видом, но и приятным лимонным ароматом. Среди этого растения есть сорта с ярко-красными, розовыми, оранжевыми, желтыми, кремовыми и белыми соцветиями. Например, калистимон сплэнденс обильно цветет алыми соцветиями, состоящими из многочисленных длинных тычинок с выраженным шелковистым блеском. Это компактное растение имеет аккуратную, округлую форму и вырастает не более 2 метров. Очень красиво смотрится в штамбовой форме. Интересно, что в составе листвы калистимона содержится большое количество эфирных масел. В молодом возрасте листки нежные, сочного, зеленого цвета, а со временем становятся кожистыми, с острым краем и серебристым налетом. При их растирании отчетливо слышен запах лимона. Просевый тычиночник обладает уникальными свойствами очищать и наполнять воздух вокруг себя своими фитонцидами. Его приятный аромат действует как успокоительная для нервной системы и способствует снятию стресса и улучшению настроения. Калистимон хорошо относится к стрижке и формированию кроны. Обрезанные веточки можно использовать для размножения, то есть черенкования, а также для приготовления полезных отваров и настоек. Средства на основе красивого тычиночника оказывают благотворное влияние на состояние кожи. Калистимон красив не только своими яркими колоссовидными соцветиями, но и пышный густой кроны. Особенно эффектно смотрится это растение при формировке на высоком штамбе. При выращивании в контейнере деревце вырастет в пределах двух метров, хотя многое будет зависеть от условий выращивания, освещения и размеров горшка. Для того, чтобы наслаждаться обилием цветов, калистимону потребуется хорошее освещение и своевременный полив. Допускать пересыхание почвы нельзя. Также стоит учитывать, что это растение предпочитает питательную, рыхлую землю с нейтральной или слабо кислой реакцией. Краснотычиночник не терпит челочные и звездковые почвы, а также не любит полив с жесткой водопроводной водой. В летний период в контейнере лучше выставлять на светлый балкон, террасу или в сад. Яркие пушистые соцветия калистимона раскрываются на концах ветвей уже с конца мая и при хорошем уходе радуют своим видом все лето. Их длина примерно до 12 см, а толщина 3-6 см. Что интересно, в природных условиях это растение опыляют птицы, которые любят лакомиться его сладким нектаром. В зимний период красивый тычиночник содержат в светлом, но достаточно прохладном помещении, температурой не выше плюс 12-15 градусов. Это стоит учитывать, так как после теплой зимовки он может не зацвести. В холодное время все подкормки прекращают, а полив уменьшают до минимума. С приходом весеннего тепла крону деревца лучше подстричь. Таким образом, вы не только придадите ей более аккуратный вид, но и простимулируете дополнительное кущение побегов, на которых и будут образовываться соцветия. Размножить красивый тычиночник можно семенами и черенками. Семена сейчас не проблема купить, они продаются во многих интернет-магазинах. Посев можно проводить в феврале, предварительно выдержав семена в светло-розовом растворе марганцевого калия. Семена колестимона обладают хорошей всхожестью, но стоит учесть, что такие растения зацветут только на 4-5 год. Гораздо проще и выгоднее его размножить черенкованием. Тем более, что после обрезки колестимона всегда остается много веточек. Такие растения зацветут намного раньше, чем сеянцы. В заключении хочу сказать, что эта высокодекоративная экзотическая культура несомненно украсит ваш сад или домашний интерьер. Единственное, что простым в уходе колестимон не назовешь. Чтобы он красиво цвел и не болел, ему потребуется соответствующий уход. Но я уверена, что это яркое чудо стоит любых усилий и того, чтобы пополнить им свою коллекцию редких красиво цветущих растений. А если вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин